Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 5 мая. В этот день во всемирной истории. В 1313 году Папа Римский Целестин V, добровольно оставивший свой пост, был причислен к лику святых. В 1512 родился фламандский картограф Герард Меркатор. В 1818 родился немецкий философ и экономист Карл Маркс. В 1877, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, русские войска овладели турецкой крепостью Ардаган. В 1945 в Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов. В 1946 состоялась коронация короля Таиланда Рамы IX. 5 мая 1313 года Папа Римский Целестин V, добровольно оставивший свой пост, был причислен к лику святых. Крестьянин по происхождению, в 17-летнем возрасте Пьетро Анжалари дель Муроне вступил в монашеский орден бенедиктинцев. Долгое время он провел как отшельник в пещере на горе Муроне близ Неаполя. Пьетро посвятил себя делу обновления монашеской жизни. Созерцательная жизнь отшельника была бесконечно далека от политики, однако волею случая ему пришлось сыграть немаловажную роль в истории католической церкви. После смерти Папы Николая IV в 1292 году, в течение двух лет католическая церковь была лишена главы. Кардиналы из враждовавших кланов Арсини и Колонна никак не могли договориться о кандидатуре нового Папы. Тогда-то и возникла идея избрать кандидата, который устроил бы всех. Такой серой лошадкой оказался неграмотный 79-летний старец Пьетро дель Муроне, прославившийся благочестием и монашескими подвигами. Как многим тогда казалось, подобный выбор являл собой удачный компромисс, разрешивший двухлетний кризис церкви. В июле 1294 года Пьетро заочно был избран Папой. С трудом поддавшись на уговоры кардиналов, престарелый отшельник согласился занять престол святого Петра, приняв имя Целестина V. Отказавшись жить в Риме, он избрал своей резиденции Неаполь, куда в день инаугурации въехал на осле, ведомом сицилийским королем Карлом II. Эти события были с восторгом приняты сторонниками обновления церковной жизни, ожидавшими наступление эры торжества апостольской бедности над стяжательством и властолюбием духовенства. Нового Папу они называли Ангелом. Впрочем, понтификат Целестина V продлился всего лишь пять месяцев. Наивный отшельник, не знавший ни латыни, ни канонического права, оказался не только не в состоянии управлять текущими делами церкви, но даже навести элементарный порядок в кардинальской курии. Вскоре, в конец обескураженный понтифик, добровольно отрекся от власти, оказавшийся ему не по силам. Отречение Целестина V вызвало противоречивые суждения современников и потомков. Кардинальская коллегия приняла его безоговорочно, тогда как многие верующие встретили эту весть с возмущением. Поэтому Данте в своей божественной комедии поместил Целестина в ад. Папа Бонифаций VIII заточил бывшего понтифика в замке Фумоне. В конце жизни Целестин сказал о своих тюремщиках. «В этом мире мне была нужна всего лишь келья, и ее-то они мне и дали». 5 мая 1313 года Целестин был канонизирован по распоряжению папы Климента V. 5 мая 1818 года в семье адвокатов Трире родился немецкий философ и экономист Карл Маркс. В 1835 году он поступил на юридический факультет Боннского университета. Спустя год перешел в Берлинский университет. Здесь его увлекли философия, история и политэкономия. Помимо гегелевской диалектики, молодой Маркс взял на вооружение материалистическое учение Фейербаха, экономические теории Адама Смита и Давида Рикардо, а также распространенные в то время взгляды социалистов-утопистов Сен-Симона, Фурье, Оуэна. В апреле 1842 года он получил степень доктора философии за диссертацию о различиях между взглядами Демокрита и Эпикура, посвятив ее своему покровителю Людвику фон Вестфалену. Через год Карл женился на его дочери Жене. С 1842 года Маркс работал редактором демократической Рейнской газеты. Через год он переехал в Париж, где познакомился с представителями социалистического и демократического движения. Вскоре началась его дружба с Фридрихом Энгельсом, которая продолжалась в течение почти 40 лет. В этом дуэте Маркс бесспорно играл роль первой скрипки. Именно ему принадлежало открытие материалистического понимания истории и теории прибавочной стоимости. Но без материальной помощи Энгельса, занимавшегося коммерцией, а также без его духовной и творческой поддержки, Марксу не удалось бы осуществить свои научные изыскания. В 1845 году Маркс переехал в Брюссель. В период революционных событий в Европе 1848-1849 годов он активно участвовал в работе Международного союза коммунистов и вместе с Энгельсом написал манифест коммунистической партии. В это время Маркс и Энгельс издавали в Кёльне новую Рейнскую газету. После поражения революции Маркс выехал в Париж, а в августе 1849 года переехал в Лондон, где прожил до конца своих дней. Маркс был организатором и лидером Первого интернационала, созданного в сентябре 1864 года. В 1867 году вышел свет главный труд Маркса «Первый том Капитала». Работу над следующими томами Маркс не завершил. Их подготовил к изданию Энгельс. В последние годы жизни Маркс активно участвовал в формировании пролетарских партий. Еще в середине 40-х годов произошел его переход от идеализма и революционного демократизма к материализму и коммунизму. Карл Маркс разработал принципы материалистического понимания истории и теорию прибавочной стоимости. Исследовал развитие капитализма и выдвинул положение о неизбежности его гибели и перехода к коммунизму в результате пролетарской революции. Как известно, учение Маркса не выдержало проверки времени. 5 мая 1877 года, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, русские войска владели турецкой крепостью Ардаган. Ардаган, турецкая крепость Закавказья на реке Кура, занимала важное стратегическое положение, прикрывая пути к Батуму и крепостям Эр-Зурум и Каре. Турецкое командование с помощью английских инженеров превратило Ардаган в почти неприступную крепость с бастионами, фортами и люнетами. Ключевыми позициями обороны являлись Гелевердынские высоты с востока и крутая гора Манглас с севера. Гарнизон крепости состоял под командованием Сабри-Паши и насчитывал 8100 человек при 95 орудиях, в том числе 66 нарезных. В конце апреля Ахалцихский отряд действующего Кавказского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Федора Девеля 8500 человек пехоты и кавалерии при 28 орудиях подошел к Ардагану и окружил его. Девель не решился штурмовать город своими силами и обратился за помощью командиру корпуса генералу от кавалерии Михаилу Ларис Меликову. Последний выделил отряд под командованием генерал-лейтенанта Василия Геймана и вместе с ним направился к крепости, чтобы осуществлять общее руководство штурмов. Вместе с прибывшим подкреплением Ахалцихский отряд составил 15 тысяч штыков и сабель при пяти полевых и двадцати осадных орудиях. Проведя тщательную рекогностировку обороны противника, русские оборудовали позиции десяти артиллерийских батарей для обстрела укреплений. Только после этого началась атака Геливердынских высот, поддержанная массированным огнем из двадцати орудий. В результате укрепления были взяты. Затем началась подготовка к штурму Ордогана. Первая колонна русских войск под командованием Девеля должна была провести демонстративную атаку на форт Рамазан. Вторая во главе с Гейманом наносила главный удар с юга, а частью сил — с востока от Геливерды. Перед штурмом был проведен массированный артиллерийский обстрел, а 5 мая пехота пошла в наступление. Оно началось ранее намеченного срока в связи с тем, что разведкой было обнаружено поспешное отступление противника в горы. На штурм войска пошли с музыкой и развернутыми знаменами. Турки сопротивлялись вяло. И к ночи Ордоган был взят благодаря тесному взаимодействию пехоты и артиллерии, а также применению нового боевого порядка. Роты наступали густыми цепями, а батальоны — в сомкнутом строю. Потери русских войск составили около 300 человек убитыми и ранеными. Потери противника — свыше двух тысяч. Это был первый крупный успех российской армии на Кавказском театре военных действий в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Падение Ордогана обеспечило правый фланг Кавказской армии, которая после взятия этой крепости смогла приступить к блокаде Карса. Пятого мая 1945 года в Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов. Первые стихийные вооруженные столкновения жителей Праги с гитлеровцами произошли уже в первых числах мая 1945 года. Пятого мая началось пражское восстание, придавшее выступлению народных сил общенациональный характер. Восставшие захватили вокзалы, мосты, центры связи. Город покрылся баррикадами. Гитлеровское командование бросило на Прагу войска группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Фердинанда Шорнера. Несколько суток пражане стойко отбивали атаки наступавших немцев. Но вскоре над столицей Чехословакии нависла угроза разрушения, а над ее защитниками — гибели. Чешский национальный совет обратился по радио к странам антигитлеровской коалиции с просьбой о помощи. Советское верховное главнокомандование решило в кратчайший срок разгромить группировку Шорнера, помочь восставшей Праге и завершить освобождение Чехословакии. На следующий день войска под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, имея ударную группировку из 10 танковых корпусов, 1600 танков под прикрытием 1900 самолетов стремительно двинулись вперед. Второй Украинский фронт нанес удар в пражском направлении из района южнее Брно, а Четвертый Украинский фронт после занятия Оломуутса развернул наступление с востока. Все подчинялось быстроте, темпам. Чтобы вовремя прийти на помощь Праге, Первый Украинский фронт прорывался прямо через лежащие на его пути рудные горы. Войска воодушевлялись лозунгом «Вперед на Прагу!». Стремясь во что бы то ни стало спасти ее, не допустить, чтобы злата Прага была разрушена фашистскими варварами. Удар оказался настолько внезапным, что уже 8 мая танкисты генерала Дмитрия Лилюшенко разгромили штаб группы армий «Центр». Шорнер потерял управление войсками и бежал в горы. Совершив ночь на 9 мая по определению маршала Конева неимоверный по темпам 80-километровый бросок, соединение танковых армий генералов Дмитрия Лилюшенко и Павла Рыбалка на рассвете прорвались к Праге и завязали бои на ее окраинах. Вскоре в город вступили соединения 2-го и 4-го украинских фронтов. К 9 часам утра 9 мая столица Чехословакии была освобождена. А еще через двое суток последняя сражавшаяся во Второй мировой войне группировка вермахта капитулировала северо-восточнее Праги. Летопись веков. Это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok